С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. Президент страны в Кремле огласил послание Федеральному собранию. За 58 минут Владимир Путин рассказал об основных задачах, которые стоят перед страной в ближайшей перспективе, а также объявил о важных решениях, касающихся миллионов граждан, о продлении программы материнского капитала, о плате дорогостоящих операций, судьбе простаивающих сельхозземель. Особое внимание Владимир Путин уделил бизнесу. Глава государства подчеркнул, что свобода предпринимательства является важнейшим условием развития. О том, какое развитие ждет нашу страну в ближайшей перспективе, расскажет Олег Котензейский. Большая часть послания посвящена экономике. Путин подчеркивает, ситуация сложная, но не критическая. Уже есть позитивные сигналы. Наметилось снижение инфляции, замедлился отток капитала. Но это не значит, что нужно расслабиться и оставить все как есть. Страна должна быть готова к тому, что период низких цен на нефть затянется. Нужно не допустить истощения резервов. Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на доходах и в целом на уровне жизни наших людей. И хорошо понимаю, что люди задаются вопросами, когда мы преодолеем трудности и что для этого будем делать. Ситуация действительно сложная. Но, говорил уже об этом, хочу повторить, не критическая. Одновременно необходимо использовать открывшиеся возможности. Прежде всего, изменить структуру экономики. Помимо прочего, в послании говорится о том, что необходимо помочь наиболее незащищенным гражданам. Прежде всего, людям с ограниченными возможностями. Нужно заниматься их профессиональной переподготовкой и трудоустройством. Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас оказался в зоне риска. Это, в первую очередь, строительство, автомобилестроение, легкая промышленность, железнодорожное и машиностроение. Для них правительство должно предложить специальные программы поддержки. Финансовые ресурсы для этого предусмотрены. Финансовые ресурсы для этого предусмотрены. Так, в Ненецком округе профессиональная подготовка людей с ограниченными возможностями проходит в рамках специальной госпрограммы. В этом году профессии получили два человека. Что касается трудоустройства, то в 2015-м благодаря Центру занятости работу нашли 17 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Наш округ является одним из немногих, где последние три года достигается стопроцентное трудоустройство инвалидов на специально оборудованные рабочие места в рамках реализации указа президента. Кстати, майские указы, отметил Путин, никто не отменял. Отдельная тема послания – социальная сфера. Путин просит правительства обратить особое внимание на проблему нехватки мест в детских садах. И новость, которая касается семей с двумя и более детьми. В будущем году истекает срок действия программы материнского капитала, которая уже охватила 6,5 миллионов семей. Программу решено продлить. Мы понимаем, что всех этих наших усилий пока недостаточно, чтобы залечить демографическую рану прошлого, которую получила Россия. Конечно, мы понимаем, насколько это сложно для бюджета. Это большие, серьёзные средства. И мы говорили раньше, что мы должны будем посчитать, сможем ли мы, как финансисты говорят, это вынести, сможем ли мы это всё надёжно гарантировать и оплатить. Можем, несмотря ни на какие проблемы. Считаю, необходимо продлить программу материнского капитала ещё как минимум на два года. Комментируя заявление Владимира Путина, председатель собрания депутатов Ненинского округа Анатолий Мяндин сам сделал важное заявление. Оно касается всех семей нашего региона. Он слушал послания президента в Большом Кремлёвском дворце. Поддерживаю предложение главы государства о необходимости продления программы материнского капитала. Срок действия, который на федеральном уровне истекает в следующем году, как минимум на два года. В свою очередь, конечно, мы сегодня и продлеваем программу материнского капитала, который действует и на окружном уровне. И демократическая ситуация в нашем регионе сегодня остаётся положительной уже в течение долгого времени. Хочу заметить, что рассматриваемый нами проект бюджета округа на 2016 год предусмотрено в развитии этого вопроса строительство новых дошкольных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения, жилья, оказания мер соцподдержки. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет всё-таки на следующий год будет носить социальный характер. Особое внимание в послании президента было уделено и сфере предпринимательства. Необходимо укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат, сказал Владимир Путин. Свобода предпринимательства – важнейший вопрос. Есть ряд вопросов более детальных, на которых остановился президент. Это касается и улучшения инвестиционного климата в регионах. Президент говорил о том, что не надо ждать, ситуация постоянно меняется. Нельзя сидеть, надо постоянно прилагать усилия к тому, чтобы ситуация улучшалась в этой сфере. Одним из ярких призывов президента всем ветвям власти звучал призыв видеть в каждом гражданине и предпринимателе видеть равноправного партнёра государства, поскольку все мы делаем одно дело, все мы работаем ради развития страны. Будущее страны за активными лидерами. И речь не только о предпринимателях. Об этом, комментируя послание, сказал глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Президент поставил задачу активно взаимодействовать с общественными организациями. И сегодня на уровне округа мы готовы поделиться частью государственных функций. Прежде всего, оказание социальных услуг с эффективными некоммерческими организациями, общественными объединениями. Это только способствует развитию гражданского общества, повышению доверия к власти. Медицина – это завершающая тема в послании президента. Путин считает, что в системе ОМС надо создать федеральную часть для финансирования дорогих операций. Закон может быть принят Госдумой во время весенней сессии. Как заявил Путин, пока принимаются решения, люди не должны страдать. И до принятия закона операции должны оплачиваться напрямую из федерального бюджета. Олег Танзийский, Телеканал Север.